Павел Захарович, сегодняшний разговор хочу начать с сообщения агентства Reuters о том, что Китай подтвердил, что не примет участие в глобальном саммите мира в Швейцарии. Причина якобы то, что было не выполнено условия Пекина, а именно участие как России, так и Украины. Скажите, пожалуйста, от присутствия Китая много ли зависит и будет ли теперь Россия записывать это в копилку своих каких-то достижений? Не, ну Россия будет вообще все записывать, что сможет в копилку, да. Вопрос же в другом. Американский президент Байден тоже не собирается принимать участие в саммите в Швейцарии, понимаете? То есть Китай скорее принял такое решение, чтобы своим участием не повышать статус мероприятия. Вот если бы США принимали участие, то скорее всего Пекин бы прибыл в качестве наблюдателя на саммит мира в Швейцарии. А поскольку нет США, то и зачем Пекину участвовать, брать на себя ответственность или что-то в этом роде. Ну то есть на одинаковом уровне должно быть представительство и США, и Пекину. А без США Пекину невыгодно это делать. Ну понятно, что Россия бы все равно не принимала участие непосредственно. А как она может принимать участие? Признать, что конфликт, ну войну в Украине надо регулировать средства международного права. Ну как Москва их отрицает. Москва отказывается принципиально следовать нормам международного права и поддерживать систему международной безопасности. А саммит в Швейцарии, да, по формуле мира, он предполагал именно это закрепить. Единственным инструментом регулирования всех конфликтов, как и прежде, должно оставаться международное право. Москва это отрицает. Ну поэтому говорить предлогом, что значит раз Москва не участвует, то и мы не будем, ну это такое. Москва не может принять участие в саммите по формуле мира, по предложению Зеленского. Просто не может. Это идет против всей ее политики. Поэтому я думаю, здесь главным фактором является отсутствие США. Ну, лица войны. Тем временем, опять буду ссылаться на агентство Reuters, которое сообщает о том, что президент Зеленский уже в эти выходные может быть в Сингапуре, где примет участие в конференции по вопросам безопасности, диалог Шангрила. Среди участников этой конференции министр обороны Соединенных Штатов, министр обороны Китая. Какую роль в вопросах безопасности играет этот саммит? И тут примечательно, что с 22 года российская делегация в этих встречах в Сингапуре не принимает участие. Ну я думаю, что это просто повод воспользоваться, чтобы побеседовать с представителями Китая. В Сингапуре это проще сделать. Чтобы убедить все-таки Китай изменить свое решение и прибыть в лице хотя бы их представителя на саммит в Швейцарии. Мне так кажется. Потому что, ну на самом деле, с точки зрения результата для Украины решение такого саммита в Сингапуре, Шангрила, они никакой роли не играют вообще. Да, для Юго-Восточной Азии, для безопасности в регионе, да, это очень существенное мероприятие. Очень существенная форма, особенно там, где принимает китайская и американская сторона участие. Понятно, что это вопрос в Тайване, это вопрос ядерной безопасности, это активность Северной Кореи, это создающийся AUKUS, объединение военных стран англосаксонских и в Юго-Восточной Азии действующие, это да. Да, но для Украины, ну а как это может выглядеть на ситуацию в Украине? Никак. Это означает, что для неформальных, правильно, каких-то коммуникаций, решений каких-то вопросов? Да, Зеленский просто ищет возможности, как убедить, прежде всего, Китай, для него Китай важен, Китай важен, чтобы он втянулся в процесс мирных переговоров, потому что Китай оказывает влияние на Москву, ну, степень этого влияния мы можем умозрительно только себе представлять, но если Зеленский едет на это саммит, то это возможность просто поговорить с теми, с кем он занятие, прежде всего с китайской стороной. Министром ли обороны, ну, наверное, когда будут представители МИДа и так далее, наверное, какая-то делегация встретится с Зеленским, скорее всего, вот, он будет их убеждать не отказываться от мирного процесса и инвестиционного, уж до чего договорятся не знаю, но дипломатический шаг этот логичный, логичный. Тем временем накаляется ядерная риторика Кремля. Ну, во-первых, Путин уже прямо в адрес европейских стран угрожает ядерной дубиной, говорит о том, что европейские страны, предоставляя Украине право использовать их оружие по легитимным целям на территории России, должны помнить о плотности населения на территории своих стран. Вот что говорит кремлевский диктатор. Далее, Лавров вспомнил о том, что Ф-16 принимали участие в ядерных учениях и таким образом Кремль расценивает это как ядерную угрозу. Не отстает и Медведев, который в очередной раз, вот угрозы его ядерные касаются того, что если Украина получит разрешение на использование западного оружия по легитимным целям на территории России, то, мол, это развязывает, ну, говорит Медведев, что теперь конфликт уже с Западом по плохому сценарию развивается. Кому конкретно сейчас адресованы эти угрозы? Ну, я такую вещь скажу, что если бы хотели по целям в Европе ударить, по европе странам, густонаселенным и так далее, малым странам, как говорит Путин, ну, наверное, заранее бы не анонсировали, логично. Ну, если уж вы хотите это сделать ответом, то, наверное, не будете об этом говорить вот так. А если вы хотите просто грозить, устрашать и посредством этого добиваться изменений решения относительно использования западного оружия для ударов по целям на территории Российской Федерации, то это очень логично, то, что они говорят. Очень логично, то, что они говорят. Я думаю, что это не та ситуация, которая приведет к ядерной эскалации. Я так не знаю. Скорее всего, оружием американским и европейским, да, будут наноситься какие-то удары, вот, но Москва не будет бить ни по каким европейским городам, потому что это переводит конфликт военный в совершенно другую плоскость. Москва к этому абсолютно не готова. А риторику использовать, угрозы, ядерный риторик, да, это она будет делать. Для того, чтобы внушать сомнения, так сказать, повышать нерешительность этих стран европейских и Америки, продолжать эту помощь в Украине, которая, видите, опасна для Москвы, потому что средства, которые передаются Украине, они могут быть очень эффективными для ударов по целям на территорию Российской Федерации. Так что этого Москва боится, мы же это видим, сомнений никаких. Судя по сообщениям западных СМИ, есть информация о том, что, что касается Соединенных Штатов, то, что нас интересует, и Германии, то разрешение использовать их вооружение по легитимным целям на территории России, они есть, только радиус очень ограничен. Это касается, вот, из того, что пишет, допустим, Бильд, это касается только, ну, вот, района Харьковского направления, вот откуда прилетает, да, туда могут использовать, соответственно, эти западные вооружения как ответ врагу. Это расценивать, вот, то, что этот радиус, да, он ограничен. Так, что давление Кремля, все-таки оно действует как-то на Германию, на Соединенные Штаты. И вот эта агрессивная риторика. Нет, ну, действует, конечно, но это не в решающей степени уже действует. Не так, что они просто полностью отказались предоставлять Украине это браво. Они оказывают давление, и колеблются некоторые страны, но все равно решение же Германия приняла разрешить Украине бить по целям на территорию России. И США, хоть и ограничены, но тоже не могут отставать от других союзников. Так что, нет, это не абсолютно действует, абсолютно не действует. Это угрозы и шантаж, которые Москва пытается внушить западным противникам. Нет, не действует. Все равно постепенно, медленно, но к этому решению приходят все страны, в том числе США. Так что, вот так. Имеем, Марк Захарович, два заявления. Генсек НАТО Йен Столтенберг говорит, с начала войны, полномасштабного имеется в виду вторжения, в 22-м году союзники разрешали Украине использовать поставленное оружие против законных военных целей в России. Например, говорит он, Великобритания предоставляет уже длительное время крылатые ракеты Штормшедов, без ограничений, говорит Столтенберг. Есть интервью президента Украины Владимира Зеленского, изданию The Guardian, где он говорит о том, что Украина так и не получила стопроцентное разрешение от Великобритании на удары ее оружием по России. Нет, смотрите, есть какие-то конфиденциальные переговоры по этому поводу, какие-то конфиденциальные договоренности, которые, ну, не одномоментно меняются. Не одномоментно. Но то, что заявлено публично, нельзя потом отыграть конфиденциально. Давайте мы заявим, что можно использовать наше оружие, по цене на территории российской, а оно вы не используете, чтобы мы грязь лицом не упали. Так не бывает. В публичной политике, если что-то сказано публично, за ним должно последовать действие. Иначе это обман. Я думаю, что какие-то шероховатости есть. Я замечу, что Великобритании помалкивает, в отличие от Франции и других стран. Она так активно не высказывается. Но в целом позиция та же. Официально заявлена позиция та же, что по шеду можно использовать. Ну, наверное, есть какие-то ограничения, куда можно стрелять, куда нет. Они могут по... Не то чтобы территории, а куда там. Только военные объекты. Или там приравнены. А это же такое дело, знаете, можно замаскировать под военный объект детский садик. Тоже такие разные детали есть. Ну, я утрирую, естественно. Поэтому, наверное, шероховатости есть. Но ситуация идет к обострению с учетом обстрела в территории Украины. Огромной гибели людей. Вчера опять человек фариквил по его. Другого выхода просто нет. А какой выход? Выход есть один. Он заключается в том, чтобы Москва прекратила обстрелить территорию Украины. Соответственно, риски обстрела ее территории снижаются до ноля. Это же логично. И я просто убежден, что Москве предложили подобную сделку. Я просто убежден. Американцы, скорее всего, и предложили. Москва от нее отказалась. Ну, отказались. Тогда давайте играть по таким правилам. А они настаивают, что мы вот можем по территории Украины стрелять, а по нам нельзя стрелять. Что, серьезно что? Так это не работает. И все эти препирательства по поводу, какое оружие кто использует. Ну, хорошо. А Москва использует оружие шахеды иранские. Какие-то ракеты, комплектующие из Северной Кореи. Ну, что? И все это летит на территорию Украины, убивает людей. Поэтому все эти разговоры просто тянут время. Я думаю, что даже если какие-то ограничения были, сейчас они точно снимаются. Марк Захарович, я об очередных угрозах из уст российских властей, но уже в адрес Казахстана. Вице-спикер Госдумы России Толстой говорит о том, что сейчас искусственно Казахстан якобы отдаляется от России. Говорит о том, что там отстраивается цитата «некое казахское государство». И процветает цитата «мифология о независимости». Кроме того, власти якобы, говорит он, переписывают историю и говорят, что, мол, надо быть с соседями в хороших отношениях. Ну, кстати, не первый раз звучат уже угрозы в адрес Казахстана, начиная с 22-го года. Но перед этим там тоже были депутаты Госдумы, которые высказывали достаточно радикально даже тот же Кадыров. Но после этого они приносили изменения. С чем связаны такие публичные нападки? И способен ли сейчас Кремль на какую-то гибридную агрессию именно в Казахстане? Ну, что касается периодичности, да, с разной периодичностью в адрес Казахстана сыплются угрозы. На разных уровнях даже Медведев в свое время пост писал, а потом удалил. Был такой, да. Вот. Ну и другие такие же раздавали эти угрозы. Но в конечном итоге Москва не готова сейчас конфликтовать с Казахстаном. И вот почему. Был же опыт января 2022 года, когда были события в Казахстане. И Москва ввела войска в договоре, ну, фактически российские, на территорию Казахстана. Пекин вмешался в эту историю. Пекин. В Центральной Азии сейчас главный гегемон это Китай. А игнорировать это Москва не может. И, соответственно, Казахстан все больше в существовании региональной безопасности переходит под протекцию Пекина. И это фактор решающий. Решающий фактор. Москва втянута в войну в Украине. Пекин может себе позволить по многим причинам оказывать эту протекцию странам Центральной Азии. Они собирают у себя, кстати, этих лидеров стран Центральной Азии с разной периодичностью. Копит соглашения различные. В том числе и о безопасности. Так что угрозы в сторону Казахстана сейчас еще, может, имеют какое-то значение. Но фактически они раз за разом снижают в своем значимости страны России. Россию раздражает то, что Казахстан уходит из-под контроля, из-под влияния. Но это не до конца процесс уже произошел. Но он идет. Этот дрейф в сторону Пекина идет. И он завершится. Когда закончится война в Украине, карта геополитическая перекроится. И они это понимают. Поэтому так рефлексируют. В Алтае сгорела резиденция «Газпрома». Ее еще называют в народе как «Дача Путина». Вот охрана говорила о том, что это был особо охраняемый объект для высших лиц государства. Как считаете, а в чем могли быть причины такого пожара? Ну, я, естественно, не знаю. Никаких версий нет. Официальных. Ну, я бы не исключал, что это могло быть действие украинских спецслужб. Могло быть такое. Запустили дрон где-то в регионе. Собрали, запустили. Он сбросил, загорелся. Могло быть такое? Вполне могло быть такое. Я этого не исключаю. А может, и был естественным образом возникший пожар. Но на таких объектах, понимаете, очень серьезная система пожаротушения. Вот. И поэтому представить себе с такой легкостью воспламенившийся такой объект, ну, сложновато. Сложновато. Поэтому я думаю, что скорее это спецслужбы украинские что-то сделают. Когда загораются объекты, кстати, это наблюдали мы вот в конце 22-го года, там разные торговые центры говорили, говорили о том, что это могут быть еще и как подпалы, которые осуществляются самими же собственниками для того, чтобы потом получать компенсации страховые. Мол, это, учитывая экономический кризис, сейчас для них более выгодная схема, и она тоже имела место быть. Тут просто, поскольку дача эта принадлежала Газпрому, теоретически, возможно, что могли заметать какие-то следы. Или нет? Нет. Нет. В случае. Ни в таких масштабах, ни на таких объектах. Это что-то поменьше, что-то малозначимое. А дело в том, что сейчас в Геленджике была же атака дронов. Да. А тут горит в горном Алтае. Ну, как не сопоставить эти вещи? Как? А что касается страховой опыта, там жулик на жулике. Никаких страховок денег не получишь, если тебе власть не разрешит их взять. Судиться будешь до смерти. Ну, изображать суд. Поэтому там, когда речь идет о таких масштабах, то нет. Это не поможет. Это надо решать с властью. Можно ли мне от сгоревшего объекта, в соответствии с обязательствами от страховой компании, получить компенсацию? Могут и не дать. Ничего не договоришь. Сам типа спалил. Понимаете? Поэтому нет. Я думаю, что это не тот случай. Не тот случай. Марк Захарович, еще одна новость, которую с вами хочу обсудить. И, наверное, эта новость в ближайшее время поспособствует рождению многочисленных мемов. Джигурда, комик-фрик, заявил о том, что собирается поехать на войну. Он там откуда-то родом из Луганска или откуда-то, из Донецка? Честно говоря, я не знаю. Не изучал его биографию. Ну, одним мудаком меньше станет. Если действительно его примут, как мудаком, то даже и хорошо. А то и так он мелькает. А так его пристрелят, и всем станет хорошо, я считаю. Чем меньше мудаков останется, тем лучше. Чище. Украина в этом смысле выполняет функции санитара леса. Знаете, она прорежает их ряды. Это уже хорошо. Но вы же видите, что он же дебил. А что я дебил? Его не жалко. Пусть сдохнет. Я думаю, что, скорее всего, это какая-то пьяная рвань. Она там заявления такие делает. А когда, знаете, одно дело кричать о том, что ты на фронт поешь. А когда приближаешься к линии фронта, там совсем другие ощущения. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это так пустой бред какой-то. Никуда он не поедет, ничего не будет. Громко обратил на себя внимание. Они там часто это сволочковые делают. А на самом деле он никуда не сдвинется дальше Садового кольца. Он ездил в Донбасс, в госпитале. Это он может. А реальная передовая, где вот творится то, что творится, они на ревизионном расстоянии находятся. Потому что страшно. Поэтому артист. Если он артист как таковой, фрик-артист, солдатом не станет. А если это вот артист, как Зеленский, государственным деятелем, военным руководителем, военным политическим, стать может. Это другое качество. Понимаете? Совершенно другое качество. А вот. Поэтому нет. Я думаю, что там ничего не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok